Здравствуйте! Это библейский портал экзогет.ру. Сегодняшняя тема – явление воскресшего Господа ученикам на море Тевериадском. Евангелие от Иоанна, 21 глава, с 1 по 14 стихи. 21 глава Евангелия от Иоанна является дополнительной. Она была нанеписана евангелистам несколько позже, после завершения всего Евангелия. Впрочем, мы не имеем текстологических свидетельств этого. До нас не дошла ни одна древняя рукопись, которая бы заканчивалась 20 главой. Мы делаем этот вывод, исходя из содержания 20 и 21 глав. И отсюда можно заключить, что 21 глава была дописана Иоанном Богословом уже вскоре после написания им Евангелия. Эта глава посвящена вопросу, который касался двух ближайших учеников Христовых – апостола Петра и апостола Иоанна Богослова. Этот вопрос заключался в том, какова будет их дальнейшая судьба после воскресения Христова. И судьба апостола Петра заключалась в том, что он будет сейчас восстановлен Господом Иисусом Христом в апостольском достоинстве, но претерпит мученическую кончину за Христа. А относительно Иоанна Богослова Господь Иисус Христос изрек нечто иное, величественное и таинственное. 21 глава, 1 стих. «После того опять явился Иисус ученикам Своим при Море Тивериадском. Явился же так». Море Тивериадское – это то же самое, что Галилейское море или Галилейское озеро. Название Тивериадское, потому что на его берегу, юго-западном, располагалась Тиверия или Тверия. Когда мы смотрим оригинальный греческий текст, то видим, что здесь используется греческий глагол фанеро, который означает «делать явным», «являть то, что скрыто», «открывать». Поэтому, конечно, перевод «явился» – это перевод корректный, но поскольку в русском литературном современном языке, когда мы говорим «явился», мы можем иметь в виду «пришел», «подошел», «появился», то, конечно, вот эти перечисленные значения в данном случае неуместны. «Явил себя», «открыл себя», «сделал себя явным». С самого начала этой главы Иоанн Богослов данным словопотреблением подчеркивает, что в отличие от трех с половиной лет своего общественного служения до распятия и воскресения, когда Господь Иисус Христос постоянно пребывал с учениками после воскресения, Он приходил к ним время от времени. Причем приходил таким образом, что они его даже не сразу узнавали, не сразу понимали, что перед ними их Господь и Учитель. И поэтому Иоанн Богослов и использует данный термин, указывающий на то, что Христос себя, свое присутствие открывает. Он уже здесь, но ученики это не сразу понимают. Второй стих. «Были же вместе Симон Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанайл из Каны Галилейской, и сыновья Зеведеевы, и двое других из учеников его». Семь учеников собраны вместе, причем двое из них не названы по имени, потому что они, похоже, не были близкими учениками для Господа Иисуса Христа. Третий стих. «Симон Петр говорит им, «Иду ловить рыбу». Говорят ему, «Идем и мы с тобою». Пошли и тотчас вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего». Вполне естественно, что раз Христос не постоянно находился с учениками, а после воскресения приходил к ним лишь иногда, то ученики, когда Господа не было с ними, находясь рядом с Галилейским озером, занимались тем ремеслом, которым занимались еще до своего призвания, а именно ловили рыбу. В этом нет противоречия. Мы прекрасно понимаем, что основной их задачей, основной их миссией было то, что они станут ловцами людей. Однако, как апостол Павел зарабатывал тем, что он изготавливал палатки, так, конечно же, и ученики Христовы, которые были рыбаки, время от времени могли заниматься этим хорошо знакомым для них ремеслом. Относительно лодки, в которой плыли ученики, мы можем сделать предположение, как она выглядела, поскольку сейчас в музее, находящемся неподалеку от Галилейского озера, в Израиле, выставлена лодка времен Господа Иисуса Христа. И глядя на этот экспонат, мы можем представить, какой могла быть лодка, в которую сели ученики Христовы. И не поймали в ту ночь ничего. Преимущественно занимались рыбной ловлей по ночам. И это хорошо понятно даже нам, жителям Севера, летом, когда наступают знойные дни. Потому что днем очень жарко и трудно заниматься рыбной ловлей. Поэтому ловили по ночам, прохладно, тихо, спокойно. Но вот эта рыбная ловля этой ночью была для учеников неудачной. Они не поймали вообще ничего. Четвертый стих. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу. Но ученики не узнали, что это Иисус. В греческом тексте Иоанн Богослов использует одну из форм греческого глагола «гиноме», который является важным для Четвертого Евангелия и вообще для Нового Завета. Когда употребляется этот глагол, Иоанн Богослов хочет сказать, сейчас произойдет что-то очень важное. Когда случилось утро, наступило, настало утро, восстал Иисус на берегу. Однако ученики не знали и используется глагол «ида», то есть не ведали, что это Иисус. По какой причине они не уведали? Не уведали, потому что его не узнали сразу. То есть они его видят, но они его не узнают. Не увидели в нем Господа Иисуса, поэтому и не уведали. Пятый стих. Иисус говорит им, «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они отвечали ему, «Нет». Собственно, в греческом тексте, как и в церковно-славянском переводе, стоит такой вопрос, «Дети, есть ли у вас что-то съедобное? Им это ли что с медной зде?» по-церковно-славянски. Соответственно, Христос спрашивает их именно о том, поймали они что-нибудь съестного или нет. И апостолы вынуждены с грустью ответить, «Нет». Итог всей ночи таков, что они не поймали абсолютно ничего. Шестой стих. Он же сказал им, «Закиньте сеть по правую сторону лодку и поймайте». Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыб. И вот, конечно, когда это произошло, ученики сразу же вспомнили тот момент, который описан в пятой главе Евангелия от Луки, когда произошло их призвание. В тексте Евангелия от Луки читаем следующее. Цитата. «Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, другое название Галерейского озера, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега и, сев, учил народ из лодки». Когда же перестал учить, сказал Симону, «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ, «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по твоему слову закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы и даже сеть у них прорывалась и дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им и пришли и наполнили обе лодки, так что они начинали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к оленям Иисуса и сказал, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный, ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб ими пойманных, также и Иакова, и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус, «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». И вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. В этой истории призвания учеников из пятой главы Евангелия от Луки замечательной представляется следующая деталь. Симон Петр вместе со своими друзьями всю ночь ловили и ничего не нашли. И они, конечно же, были в большом огорчении, что ничего не поймали и, видимо, с грустью, с внутренним расстройством мыли на берегу Сити. И вот Господь Иисус Христос, поскольку его теснит толпа, для того, чтобы ему удобнее было проповедовать, просит Симона Петра, чтобы он, Христос, вошел в лодку Симона и лодка отплыла бы на несколько метров от берега. Так что Господу удобно было бы беседовать с людьми, поскольку появилась некоторая дистанция. И Симон Петр беспрекословно это исполнил и во время всей проповеди Господа терпеливо сидел и ждал и слушал, хотя, конечно же, был очень уставшим и разочарованным после бесплодной работы минувшей ночью. И вот настолько животворящими были слова Господа Иисуса Христа, что когда Христос закончил свою проповедь, он вознаградил терпение Симона Петра и сказал, отплывите вот туда, забросьте сети и там поймайте. И в апостоле Петре происходит противоборство. С одной стороны, он как рыбак понимает, они в этих местах всю ночь рыбачили, и он знает, там не может быть рыбы, и он об этом говорит, мы всю ночь там ловили. Но затем вспоминает имеющий жизненную силу и убедительность слова Господа Иисуса Христа и говорит, только ради твоего слова, по слову твоему закинем сети. И действительно, закинули, и огромное количество рыбы было поймано, так что сети даже начали прорываться. В истории после воскресения Господа Иисуса Христа, которая описана в 21 главе Евангелия от Иоанна, точно так же Господь указывает ученикам, куда необходимо забросить сети, и действительно, они даже не могут вытащить эти сети на лодку, потому что огромное количество рыбы попало в сети. И это, безусловно, тут же им напоминает момент их призвания. 7 стих. Тогда ученик которого любил Иисус, говорит Петру, это Господь. Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою, ибо он был наг, и бросился в море. 8 стих. А другие ученики приплыли в лодке, ибо недалеко были от земли локтей около двухсот, таща сеть с рыбой. Ученик, которого любил Иисус. Здесь, для указания на любовь Господа Иисуса Христа к ученику, вновь используется греческий глагол «агапао» «любил возвышенной духовной любовью». И, конечно же, речь идет о самом Иоанне Богослове, авторе 4-го Евангелия, что будет видно из конца этой 21-й главы. Иоанн Богослов, ученик, которого любил Иисус, говорит Петру «это Господь». Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою. Греческий термин «эпенедитис» означает «верхняя одежда». У нас при церковно-славянском переводе оставили этот термин без перевода «эпенедитом при поясосе». И очень часто так и было в Древнем мире, что рыбаки без одежды ловили рыбу, но в этот момент для того, чтобы предстать предучителем, апостол Петр берет верхнюю одежду, ее поясывается и бросается в озеро. И вот это очень интересный момент, как говорит святитель Иоанн Златоуст, характеризуя с одной стороны апостола Петра, а с другой стороны Иоанна Богослова, Иоанн более проницательный, Петр более горячий. Иоанн узнает Господа, а Петр первый бросается для того, чтобы встретиться с ним. Другие ученики приплыли в лодке, потому что были недалеко от земли около двухсот локтей. Греческий термин пихис, который переводится как локоть, собственно и означает меру длины локоть примерно сорок шесть сантиметров. Получается, что двести локтей это чуть менее ста метров, около девяносто двух метров. На таком расстоянии лодка была от берега и соответственно ученики остальные, все, кроме Петра, оставшиеся шесть человек подплыли к берегу в лодке. Девятый стих. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. Используется греческий термин обсарион, который означает приготовленную рыбу, рыбу, предложенную для вкушения. Хотя Господь Иисус Христос направляет учеников и показывает, где они могут поймать рыбы из озера Теверяцкого, тем не менее, он также демонстрирует, что он не нуждается в их трудах. К тому моменту, когда они приходят с уловом, он уже предлагает, он сейчас им предложит и хлебу, и хлеб, и рыбу. И тем самым он показывает, что он всемогущ, он может сотворить и хлеб, и рыбу, даже из ничего. И вот в этом отличие данного чуда, сотворенного воскресшим Господом, от тех чудес, которые он сотворил во время общественного служения, ибо тогда он, учитывая немощь присутствующих, которые еще не были готовы к такого степени проявлению чуда, он творил чудо, используя имеющиеся хлеб и рыбы, например, при насыщении пяти тысяч человек. Теперь же ему не нужен ни хлеб, ни рыба, но он предлагает ученикам то, что может сотворить сам. Десятый стих. Иисус говорит им принесите рыбы, которую вы теперь поймали. Но, тем не менее, учитель хочет подчеркнуть, что, хотя труды учеников не нужны для него лично, однако ученики будут пользоваться как плодами его благодеяния, так и результатом своей собственной деятельности. Одиннадцатый стих. Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было сто пятьдесят три, и при таком множестве не прорвалась сеть. Настолько удивительным было это чудо, что автор четвертого Евангелия, который также был участником этих событий вместе с апостолом Петром доставал рыб из сети и подсчитывал навсегда, на всю жизнь, запомнил количество рыб, пойманных в то утро, потому что сто пятьдесят три, а еще и больших рыб, это очень много, но если в момент призвания учеников сеть прорвалась, то здесь уже и сеть не рвется, Господь через свои новые чудеса показывает, демонстрирует свое могущество и величие ученикам. Двенадцатый стих. Иисус говорит им, приедите, обедайте, видимо, роженный костер, соответственно, хлеб и приготовленные рыбы находились на некотором расстоянии от берега, туда Господь и приглашает учеников. Из учеников же никто не смеет спросить его, ты кто, зная, что это Господь. Никто не спрашивает, хотя они и не узнают его внешность, но они узнают его личность, поэтому нет смысла спрашивать, проявляют благоразумие и смирение перед своим воскресшим учителем. Тринадцатый стих. Иисус приходит, берет хлеб и дает им также и рыбу. Иисус сам подходит к ученикам, берет хлеб и им дает также и рыбу берет и дает им, как знак того, что он заботится о них. Но тем не менее не только в этом проявилась забота. Забота проявилась в том, что Господь указал место, где ученики собрали огромнейший улов. Кто-то может задать вопрос, почему же Господь не явился к ним вечером? Почему Господь попустил, чтобы ученики целую ночь ловили рыбу и труд их оказался бесплодным? Но на этот вопрос есть следующий ответ. Это символ того, что происходит в жизни, бывает с каждым из нас. Господь попускает нам труды и многие труды для того, чтобы мы научились взирать в будущее. Потому что бывает так, что трудишься, делаешь, трудишься, еще работа не завершена и постепенно тихонько из подваль приступает уныние, огорчение, разочарование. Как же так? До сих пор нет труда, нет результата, хотя я тружусь целую ночь, а может быть и много дней подряд, месяцев или даже лет. Через это событие, которое описано здесь в 21 главе Евангелия от Иоанна, Господь показывает любой труд, который делает человек, если потом этот труд будет сообразоваться со словами Божьими, с волей Божьей будет увенчан величайшим уловом и замечательным результатом. Ибо ученики, послушав Господа, поймали 153 рыбы. Соответственно и мы в своих трудах если не будем отступать, но будем при этом исполнять волю Божью, то получим не только тот результат, на который рассчитываем, но и значительно больше. 14 стих. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам своим по воскресении своем из мертвых. Иоанн Богослов имеет в виду, что в первый раз Христос явился в самый день воскресения. Второй раз, который описал Иоанн Богослов, Христос явился на восьмой день в присутствии святого апостола Фомы. И, наконец, опуская те явления, которые описаны у первых трех евангелистов-симноптиков, третье явление, которое описывает он, Иоанн Богослов, это явление воскресшего Господа на берегу Тевериадского озера. Господь предложил трапезу, лично давая ученикам хлеб и рыбы, для того, чтобы во время этой трапезы обратиться к святому апостолу Петру и восстановить его в апостольском достоинстве. Большое спасибо за внимание. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.